Здравствуйте, я Алексай, снова в телецентре Дукаскоп и представляю вашему вниманию программу колебания рынка в среду 3 сентября. Стерлинг Ози неуклонно опускала сниз, что в результате привело к снижению на 0,78%. Ози возглавляет список движений рынка, поднявшись на самый верх после того, как в начале сессии РБА решил оставить монетарную политику без изменений. Банк Канады также оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, а Луни торгуется преимущественно вверху списка. За ним притык разместилась валюта «Тихая гавань» японская иена. Новозеландский доллар является наиболее медвежьим из трех товарных валют в списке. Итоговые данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны были пересмотрены в сторону снижения, а розничные продажи сократились больше, чем ожидалось, перетащив единую валюту вниз списка, и она в настоящее время близка к уровню швейцарского франка. В США объем промышленных заказов показал двукратное повышение, что лишь немного ниже оценок, и доллар выше только от стерлинга, который идет в хвосте списка движений рынка, несмотря на положительный доклад по индексу PMI для сферы услуг Великобритании. Итак, давайте посмотрим на более длительные сроки. Доллар иена находится на вершине еженедельного рейтинга быков с переростом чуть более чем на 1%. Стерлингозий является самой медвежьей парой, и очень близко к ней стоит фунт. Луни-ена за месяц выросла больше всех на 2,64%. 2,47% является самым большим спадом, который был размещен парой Киев-Луни. Это подводит к концу программу колебания рынка в среду. Завтра мы поведаем вам следующий обзор. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok